Ливни, грозы, шквалистый ветер – нередкость в летнее время года. Ураган, пронесшийся по Москве, показал, подготовиться к подобной ситуации практически невозможно. Но что делать в таком случае, просто необходимо знать. Особенно с учетом того, что штормовые предупреждения, особенно в июне, нередкости в наших краях. Природа таких явлений – прохождение холодных фронтов по территории области. Скорость ветра до 17-18 метров в секунду уже критическая. Легкие конструкции могут не устоять против напора стихии. 15, может быть, еще особых разрушений не принесет, а ветер до 24 метров в секунду. Хотя это еще считается неблагоприятное гидрометеорологическое явление, а не опасное. Опасное 25 и больше ветер. Вот как в Москве, который 29 мая пронесся, он тоже прошел на холодном фронте. Мало того, что этот фронт проходил еще после полуденной часы, когда был максимальный прогрев воздуха. И поэтому контраст температур был максимальный, и вот ветер там был, прямо сказать, штормовой ураган. Предсказать ураган можно, но не задолго до его начала. Дежурные синоптики гидрометцентра Ивановска составляют штормовое предупреждение с максимальной заблаговременностью, но не менее, чем за два часа. За это время сотрудники МЧС должны повестить население о возможном природном катаклизме. СМС-оповещение происходит. Соответствующая информация может быть в коротких сообщениях на радио и телевидении тоже представлена. И средствами общероссийской комплексной системы экстренного оповещения населения «Аксион». То есть есть в ряде торговых центров терминалы в предыдущей строке, на которых также эта информация размещается. Предупрежден, значит, вооружен. Стоит отложить поездки и переждать непогоду. Однако нельзя прятаться под деревьями на остановочных павильонах, находиться возле рекламных щитов. В первую очередь следует укрыться в капитальных сторонениях. В частном секторе, допустим, рекомендуется укрыться в глубине дома, потому что, допустим, жилые дома частного сектора, допустим, дачные домики имеют не такую прочность конструкции, как и в обычных жилых домах. То есть следует избегать приближаться к окнам, так как остекление может быть повреждено или ветром сильным, или деревьями. В ожидании ЧС усиливают дежурство всех служб. Боевую готовность приводят аварийно-ремонтные бригады, чтобы они смогли оперативно установить нарушенные коммуникации. В ближайшие выходные синоптики снова предсказывают сильный ветер порывами до 15-20 метров в секунду. Теплым предстоящий уикенд тоже не назовешь. Ожидается облачная с прояснениями погода, дождь, а ночью даже возможен мокрый снег. Не исключены заморозки до минус 3 градусов. Продолжение следует...